Мы сегодня приехали в Гершонный поздравить со 100-летним юбилеем ветерана Великой Честной Войны Дмитрия Ивановича Мамутюка, который именно сегодня исполнилось 100 лет. И у нас уже на территории Московского района, включая его, проживает 9 жителей, достигших 100-летнего юбилея. Действительно, судьба у них такая и сложная. В 43-м году был вывезен на работы в Германию, в марте 45-го года освобожден и сразу же был зачислен в Красную Армию. Он принимал два месяца, в том числе это участие в боевых действиях. Ну и после службы армии он уже вернулся в город Брест, работал на почтовом связи, почтальонном. В дальнейшем, в 50-е годы по призыву ЦК КПСС уехал на стройки Сибири и Дальнего Востока. Вернулся, после этого тоже работал и на почте, а уже в конце 60-х годов в Брестское автоуправление. И последняя должность была начальника отдела труда и заработной платы этого предприятия. Поэтому мы стараемся каждому ветерану обратить внимание, до каждого дойти и, соответственно, поздравить их с этим юбилеем, пожелать прежде всего здоровья и еще долгих лет жизни. У юбиляра крайне непростая, но очень интересная судьба. Бресту он отдал без малого 50 лет работы на разных должностях и предприятиях. От почтальона и плотника до работника рыбзавода и начальника отдела. А сегодня в свой 100-летний юбилей Дмитрий Маматюк принимает поздравления от гостей в кругу семьи и близких. Сегодня уполномочен поздравить вас от всех жителей города Бреста с вашим замечательным юбилеем. 100 лет, великолепная дата, великолепный возраст, но самое главное, что вы прожили великолепную, насыщенную жизнь, полную и подвигов, и трудовых, и боевых. И за это вам огромное-огромное спасибо. Самый ценный подарок для именинника – новый паспорт, любимый и родной для него страны. По таким поводам приятно всегда поздравлять долгожителей. Вот я, как представитель миграционной службы паспортной, хочу вам в торжественной обстановке тоже вручить новый документ, паспорт гражданина Республики Беларусь. Кто-то считает секретом долгожительства здоровый образ жизни, а Дмитрий Маматюк благодарит за внимание, заботу и счастливую жизнь свою жену, с которой в любви и верности они живут вот уже 72 года. Да и дети не забывают о родителях. Сын регулярно навещает папу и маму, приезжая из Москвы, а дочка – из Германии. Вот и сейчас большая и очень дружная семья готовится к празднику за большим столом. Все вместе. Они 72 года, как говорится, вместе, женаты. Мама моя родом из Подмосковья, папа, он сам родом из Каменецкого района. Познакомились они где-то под Брестом. У них двое детей. Это я и мой брат, он живет в Москве, он завтра приезжает. Четверо внуков и восемь правнуков. У них высшее образование, они заочно закончили институт. Я помню, нам было очень трудно, но они старались, работали экономистами на ведущих позициях. И всегда работали, всегда очень-очень были работящими, всегда очень трудолюбивыми. Это просто, как говорится, мы удивляемся. И до сих пор мама тоже папу поддерживает. В основном она несет всю нагрузку в этой семье. Уже завтра в Московском районе свой день рождения будет отмечать еще один 100-летний юбиляр. А мы обязательно расскажем вам о нем в нашем новостном выпуске. Василина Бускевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.